Давай, сестра дорогая. Вот в этом году сочельник сегодняшний пришёлся на субботу. А мы знаем, что в субботу не должно же поститься, как нам быть? Никак. Это исключение делает, и в церкви так и показано. Сочельник остаётся так, как есть. Бывает, где-то попадает восстегновение главы, воздвижение креста, постный день, а он попадает прямо на воскресенье. Но тут уже надо какой-то компромисс найти, что исполнять надо, и в конце дня разрешается с елеем, с маслом. Воскресенье побеждает всё. В данном случае всё остальное должно уступить. Мы в памяти имеем. Ограничить себя можно в пище где-то, но можно вкушать. В воскресенье превыше всех праздников, которые многие надуманы. Не праздники, а памятные даты. Их не было в первом веке, и все спасались. Некоторые посты, как вот Успенский пост, он где-то уже в пятом, до восьмого века так не определяет даже, когда это. Придумали, что это как остаток от Великого поста. Всё это выдумки. Шестьдесят девятое правило апостольское говорит о посте только четыре десятницы, Великие посты, среда и пятница. Но остальные пришли потом. Ну и как? Выполнять надо. Мы православные. Если православные, значит вопросы снять. Там устанавливали всё-таки люди, верующие на вселенских, на поместных соборах. А так, да, некоторые даже Библию-то не знают, а маленько узнают и начинают показывать великие знания. А там нет. Да, в Библии этого нет. Каноны. В Библии, если каноны говорят, а Библия не говорит, то надо очень внимательным быть. Главное, почему Бог будет судить нас, Евангелие от Иоанна 12, 48, по слову своему. Вот туда все усилия. Не раз я уже спотыкался об такое. Спрашивают, а как тут быть? Ну, во-первых, не Евангелие. А во-вторых, пришло спустя восемь столетий. И поэтому нужно быть здесь снисходительными. Человек не исполняет. Ну, мое мнение такое, даже лагерит у меня был, основатель я его и 45 лет директор. Как написано, мы все исполняли. Я объясняю, посты остальные, они пришли позже, не евангельского устроения. Но, вот это но, я православный должен быть неукоризненным. А не так, что я знаю, поэтому не буду поститься. Мы строго исполняли. Если разрешается или есть, а если нет, нету. Безмассные. Все живы, здоровы. Ни с кем не было. Не искать каких-то поблажек плоти своей или вседозволенности. Вот эти каноны называются вехи. Евангелие – это путь. Царство небесное указывает путь. А каноны – это вехи. Вот когда бывает где-то зима, пурга, и чтобы с дороги не сбиться, когда ясная погода, нарезают там веточки и выставляют, и их в дороге видно тогда, даже в пургу видно где-то они, прямо вдоль дороги. И человек доходит до дому. Так вот и каноны наши, которые даны нам в книге правил, они как эти вехи. Вот я избрал такой золотой путь и ни разу в этом не пожалел. Даже нападает, который показал, во-первых, мы исполняем, а во-вторых, это… Вот сегодня один напал. А вы были в мечети с мусульманами, молились, а это не положено. То есть он не знает это. Ну, не положено. Что не положено? Где-то нашел такое. Канон говорит. А где нашел, что я молился с ними? Так вы говорите в мечети. Я был между двумя намазами, двумя молениями. А они, мужчины только одни, они там у стен сидели, внутри. А я зашел посередке в мечети и молился с поклонами. И последний поклон головой в землю, как они. Ни один со мной не молился. Они заметили православные, это воины. Это серьезные люди. Когда я встал с колен, вокруг меня чуть не в три кольца стоят. Смотрят, видно, что недружественно. Я стал говорить, уже полминуты не прошло, они у меня по плечу. Я учился там-то. Сразу. Так у нас мусульмане, сколько уже из их семей, и принимают крещение. Все оправдано. Павел говорит, для всех я сделал со всем, чтобы приобреть, по крайней мере, ну, некоторых. Некоторых. И те, которые вот говорят, что они исполняют, тот нельзя, тот другое. У них ничего нету. Ничего. Он как парисейничает, стоит и все. Господь судит по делам. А вот субботу нарушать нельзя. Это строго держали за нарушение смертной казни. Но ребенка обрезать в восьмой день. А восьмой день падает на субботу. Это значит, должна быть теплая вода, должны быть дрова, зажигать огонь. Это работает. Что избрать? Важнее субботы обрезание. И поэтому делать все, как положено. Оно не будет считаться нарушением. Ну, а какие работы? Три работы. Это охрана. Охранять-то всегда надо? Надо. Второе. Врачебное искусство. Больные человеки вызывают. Надо, не надо. Субботу Господь исцелил его. Его как судили за это. Он субботу не щит. Он говорит, а ты от вылезаешь быка. И животноводство. Как раз на этом пример. Вот три специальности. Суббота дана для человека, а не человек для субботы. Вот как сказано было. Поэтому не надо нарушать, но надо знать, где, что превышает. А у нас превыше всего, конечно, это чтение Слова Божия. Два слова. Как один человек сказал, он не православный. Он говорит, в мире есть одна книга. Библия. И одна личность. Христос. Мартин Литтер. Вот если мы это держим, и все остальное в этом свете рассматривать надо. Что Слово Божие говорит об этом? И дальше. А вот женщина, она бывает нечистая. Нельзя ходить. Откуда взяли, что нельзя? Канон говорит, идти она может. Но не прикасаться к святыне. Ни под благословение, ни по иконам. Ни к Евангелию, где бывает. Вот и все. Не надо брать. А вот она издалека, с север, приехала. И во время, когда только приехала, в это время у нее и случилась обыкновенная женская. Ко мне подошел, а он кандидат богословских наук и говорит. Но она с таким трудом добиралась. На собаках ехали. И сейчас там дома ждут. Что делать? Отложить. Когда? На следующий год приедет или пускай здесь живет. Пока не очистится. Видите как? Так у нее все остальное потом. Да у нее там, не надо говорить, что у нее там. Что сын запился, что дочка выходит замуж без ее благословения. Главное, она приехала при счастнице. И поэтому она должна пристать чистой. Каноны говорят. Каноны важная вещь. Я три года ими занимался. Симфонии составлял. Все требует внимания. Вот начинают говорить о масонах. А я говорю, вы что знаете? А я 14 лет отдал этой теме. 14 лет. Другими делами занимался. Что зарубежное, дореволюционное, современное. И материалы эти выстояли. И все замолкли. И на этом выпустил 4 катушки. По 8 часов 20 минут. Тогда кассеты такие были. Бобины. И вот. А другие сказали. Говорят. Если только еще будете. То только пятая катушка. Будет интервью с Антихристом. Настолько подробно было все описано. И по сегодняшний день. Никто даже рта не раскрыл. Против. Ну. Любая работа требует. Говорят. Вот. Вы знали 38 томов. А какой больше всего? Труднее давался. Симфония на неканонические книги. 11 книг у нас. Вот раньше, когда ее не было. А я что-то писал. И мне надо взять. А негде. Не было. Не встречалась. Ни одна симфония на неканонические. Я заново просчитывал. Какие книги мне нужны. И искал это место. И потом составил. Обычно корректор один. Ну. Проверяет все. А на этой книге у меня 18 корректоров было. И на середине, наверное, бросили. Говорят. Не могу больше. Не знаю. Уже. Каждая буква Бульновка. Буква в каком. В болфавите она идет. И как искать. И в заглавии сказано, что наша симфония самая лучшая за все время, когда ее издавали. А они остальные были. Я их читал. Нашел. Непрофессионально. А не только так. Как слово написано, так нет? Нет, не так. Надо слова все падежи собрать в один. Глагол в один. Идет. Ушел. Пришел. Я сделал со всего экономических книг в одно слово. Идти. Настолько удобно пользоваться. Вот человек говорит. Я нашел. Если нашел мудрого, ходи и стирай его пороги. Он один раз прочитал. Да где же найти-то могу? Так. Мудрость. На слово мудрость. Порог. Искать. И везде одно и то же слово. И ты найдешься. Рахов такая-то. А говорят, которые не умеют экономить. И как-то. Разрушатся у него все. Рушатся. Где-то написано. Нигде-то. А серахов 19.1. Ни во что ставящий малое. Мало-помалу придет в упадок. Поэтому каждую копейку дорожи. Из копейки рубль слагается. Иди гуляй. Иди гуляй. Вот так. Так, сестры. Ваше время. Во славу Божию. Благослови Господь.